Слава Украине! Приветствую от Полонского! Недавно я вам рассказывал о том, как начиналась Вторая мировая война, как СССР и Германия начинали ее, будучи в одном окопе. Это было 17 сентября 1939 года, когда Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, уже официально вступил на стороне фашистской Германии. И, конечно, этот факт сильно не нравится советским и теперь российским руководителям, которые пытаются его соврать, обоврать, перекрутить и так далее. Но из песни слова не выкинешь, еще раз повторюсь. Советский Союз вступил в войну на стороне фашистской Германии 17 сентября 1939 года. Но, это уже интересно, и не об этом. Значит, оказывается, хамье из российского МИДа, ну там не МИД, там быдлостан, просто такой, знаете, караван-сарай такой. И они опубликовали, значит, пост у себя в Твиттере, на своем Твиттер-канале, о том, что они спасли, вот вступление, оказывается, СССР в войну 17 сентября 1939 года, оказалось спасением для жителей балтийских стран, как они говорят, как расисты говорят, Прибалтики. Если вы скажете в Латвии или в Литве слово Прибалтика, вам это бьют голову по самые пятки. Вот, как они, ну, расисты употребляют слово Прибалтика и Запада Украины, как они говорят Западной Украины, да. Они спасали там людей, как мило. Так и представляю, вот, знаете, они зашли туда, но я сейчас дойду до самого важного, это еще и такое. Они туда зашли, я вам напомню, как они спасали. Эшелоны оттуда потянулись в Сибирь, людей, которых выселяют, это тех, кого не расстреляли, потому что часть людей просто расстреляли, уничтожили, убили, они исчезли, их нигде больше не было. Вот, что в Балтийских странах, что, значит, на Западе Украины. А остальных в ссылку, в ссылку, там, где Макар Телят не гонял, там, где минус 40, туда. Ну, это хорошо известные вещи. И знаете, что интересно, кто отреагировал на вот этот хамский пост российского МИДа? Я вам скажу, это было просто блестяще. Отреагировал МИД Германии. И отреагировал, знаете, очень оригинально, красиво, умыл расшистов, просто как хотел, размазал их, знаете, как майонез по асфальту. Их пост состоял из одного слова. Серьез ли? То есть, серьезно. И прицепили к посту карту из Пакта Молодого Риббентропа по разделу Европы между двумя союзниками. Все, больше ничего не надо говорить. Вот так, вы знаете, когда у вас классный МИД, когда дипломаты, а не быдло, находятся в МИДе, то размазать быдло с его куцым кругозором, с его абсолютно каким-то извращенным умом, если это у Мишка вообще умом можно хоть как-то там назвать, это расплюнуть. Что, собственно говоря, они и сделали. Просто спросили, вы серьезно, да? Найте вам карту. Это кому же вы врете? Это же вторая сторона, ваши вторые подписанты. Просто они признали очевидное. Они признали свою ответственность за Вторую мировую войну. А Советская Россия, СССР, вот эта вот нынешняя Россия не признала, не признала очевидного факта, что Вторая мировая война началась после того, как Советский Союз и Фашистская Германия с двух сторон напали на Польшу. Все, точка.